Ты тот человек, один из, ну, уже немногих, наверное, кто прошел через всю систему Динамо и через молодежку, через вышку, сейчас в КХЛ и, ну, растешь и развиваешься непосредственно здесь. Как вот по ощущениям именно ты менялся и как менялся динамовский хоккей все это время? Ну, по большей части динамовский хоккей всегда строился, как играла первая команда, то есть он старался быть агрессивным, где-то закрытым по большей части. Ну, всегда система была одна, то есть если в первый год там молодежь у меня, мне по-хорошему разрешали делать многое, потому что хотел там особой системы такая. Не так жестко, как в КХЛ, то потом, после молодежки, когда попал в первую команду, там, да, там сразу уже надо было правильно бегать, не бездумно открываться, ловить шайбу на себя. Ну, а сейчас, когда пришел Алексей Николаевич, то еще появились нюансы, то есть еще больше надо понимать, что ты делаешь. За пять лет тут, кстати, очень много, что поменялось, так сказать. Ну, а в тебе самом, что поменялось? Ну, наверное, больше понимания игры. Начал в некоторых моментах быстрее реагировать, принимать решения. Наверное, опыт пришел какой-то. Ну, этот опыт пришел за счет просто того, что ты находился в команде или тебе подсказывали тренеры, подсказывали ребята, партнеры по команде? Или все в совокупности? Ну, как бы в совокупности. И прошлый тренерский штаб, и этот мне подсказывает. Плюс там еще и с Вадиком очень много разговаривал, с Шипачевым, Кагой, Тарасом. Сейчас с Илюхой Каблуковым, Влад Ефремов, Ванькой Гумов. То есть, они до сих пор там что-то подсказывают. И я вам благодарен за это. Но, ребята постарше всегда могут поделиться опытом. Ну, как ты считаешь, кто вообще наибольший, так скажем, отпечаток в плане обучению хоккея на тебя наложил? Вот именно в Динамо? Да. Это может быть тренер, это может быть игрок. Ну, если из тренеров, то это Голубой Сергей Владимирович. Потому что я с ним очень много работал. Да и сейчас общаемся. Очень тесно. А из игроков, наверное, все-таки скажу Шипачев, Вадим Саныч. Что вот самое важное ты от него подчеркнул? Что от него самое важное? Почему в плане хоккея? Наверное, самое лучшее в хоккее – это то, что происходит после него. Почему? Ну, потому что на хоккее ты как бы работаешь, выполняешь установку. Да, ты получаешь иногда удовольствие. Но если ты там забил вот это все интервью, овации, Вадик от этого кайфует. И поэтому всегда так я говорил тебе. Самый кайф – это все, что происходит после. Ну, а у тебя же есть желание испытывать такой же кайф? Я думаю, у каждого хоккеиста есть это. Когда ему проявляют внимание, значит, он от того заслужил, и он кайфует от этого. Ну, вот к слову о твоей результативности, если не ошибаюсь, то самый твой успешный сезон непосредственно в динамовской системе был 17-18 в молодежке. А потом пошло на спад, и каждый год практически противописали, что вот Иван Муранов, подающий надежды, хоккеист молодой. Мне кажется, что сейчас в связи с трансформацией команды как раз-таки уже нужно переходить от такого подающего надежды, на желание, который эти надежды оправдывает и показывает результат. То есть у тебя появились совершенно новые партнеры, команда сейчас действительно очень сильно омолодилась. Как ты вообще себя чувствуешь в такой команде? Какую тебе роль отводят? Она новая, ты играешь в первом звене. Ну, у нас сейчас, я не встал, что у нас есть первое, второе, третье, четвертое звень. У нас плюс-минус, я так и понимаю, все звень одинаковые. Просто пока на данный момент кто-то лучше свои моменты реализует, а кто-то, как мы, как наше звено. Вот. Что-то уже вопрос потерял. Как себя ощущаешь в этой команде? Ну, да, я уже в этой команде далеко не молодой игрок, совсем. Поэтому мне шестерство начали доверять. И игрового времени стало побольше, поэтому уже немножко на другие роли вышел, чем по сравнению с прошлыми сезонами. Ну, что ты можешь сказать о своих новых партнерах, о Илье Коглукове и о Максиме Божьвили? Вы, ну, на предсезонке, по сути, начали вместе играть, и как раз-таки, смотря предсезонку, оказалось, что вы то сочетание, которое больше всего готово к сезону, и у вас там и в первой игре все получилось, контрольный. Но в сезоне не сказать, что вот результативность прям-таки блещет. У вас просто... Да, пока результативность не блещет, но у нас проблема в том, что мы доезжаем до ворот и не знаем, что там потом делать. У нас не получается забить. То есть даже вот в прошлой игре, если, блядь, в сервиссталью, я по воротам 6 раз бросил. Макс бросил, но Макс забил. Вот. И у нас проблема, что мы не можем довести до логического завершения. Мы бросаем, бросаем достаточно много, моментов у нас тоже, блин, немерено, а вот забить не получается. Если вот эти игры посмотреть, то типа да, у нас моментов реально много. А как ты считаешь, с чем это связано? Почему не можете? Просто не везет? Мне кажется, сейчас это чисто психология, надо, чтобы она одна-две зашла и по накату на это все пойдет. Мне кажется, вот единственное в этом проблема. Нельзя зацикливаться на этом, что я должен там забить, забить, забить. Если ты будешь на этом циклиться, то это ужас вообще будет. У меня это постоятость, кстати, эта штука. У меня бросков много. Я уже, блин, сейчас сколько? Я 6 игр сыграл за травмой 3. Я выбежал на 1 в 0 уже 4 раза. И ни разу не забил. Но на тебя это давит психологически? Или ты стараешься просто дальше работать и не придавать этому значению, что все равно наступит тот момент, когда все получится? Это уже не первый сезон, когда это происходит. Поэтому я стараюсь как-то от этого абстрагироваться, работать. С каждым сезоном, кстати, бросков будет в каждой игре и моментов. Я думаю, рано или поздно она должна туда начать залетать. Я на это очень надеюсь. Макс Джоашвили после своей первой шайбы как раз таки сказал, что он об этом особо не думал, потому что он старается нацеливаться именно на командный результат. Но мне кажется, все равно для каждого игрока важны личные достижения. Но мы, так как с Максом на выездах живем вместе, мы это обсуждали, кстати, перед игрой. И у нас, кстати, вот за ночь до этого мы сидим и говорим, что-то ощущение, что мы завтра забьем ее. И она вот залетела шарная, конечно. Это я за Макса рад. Конечно, у нас по большей части сейчас такая команда, что нам надо играть на нее. У нас нет таких звезд, как Вадик. И у нас результат может только приходить от самоотверженности, работоспособности и желания. Если вот этих трех качеств не будет, то и не будет результата. А это все возможно, когда вся команда это делает. Ну, вот ты сказал, что у нас нет таких звезд, там, как Вадик, Шипачев. А тебе лично комфортнее при каком раскладе? Когда в команде есть звезды, которые условно делают результат, плюс могут, ну, как-то тебе подсказать, тебя сориентировать, чему-то научить? Либо когда это, ну, такая средняя, ровненькая команда, где есть и старшие ребята, и молодые, и вы... Ну, как-то это по-другому немного все обустроено. Ну, я, если честно, вот, по большей части вот эти... До этого четыре сезона играл, где там были звезды. Поэтому и первый сезон, когда нет звезд в команде. Там такие-то, я не пока и тяжело сказать, хорошо это или плохо. Ну, наверное, сейчас, на данный момент, для развития как игрока, то это хорошо. Потому что ты играешь больше. То есть ребята, те, которые были в прошлых годах, сколько времени игрового не занимают. И некоторое время достаётся тебе. Распределяется между другими звеньями. Нет, нельзя. Это у меня... В этом точно есть плюс. Что ты не сидишь там на лавке в полпериода. Ну, сейчас, как бы, и вектор у клуба такой, что всё делается для того, чтобы молодые игроки развивались. Да, у нас, и в большинстве у нас молодые ребята играют, там, треней выходит постоянно. Я просто сейчас не могу. Поэтому дают шанс ребятам возвиться. Это видно. Ну, а сколько ребят в этом году первых голов забили? Ну, получается, Буруянов, Никонов, Нуиджиашвили. Да, первый Максик забил, и он радостный был. А ты уже сказал о том, что вы с Максом на выездах живёте вместе, и вообще, в принципе, ну, заметно, что вы довольно тесно общаетесь вместе. Это с предсезонки, или вы до этого были знакомы, и у вас были уже хорошие отношения? Ну, мы до этого лично не были знакомы, но про существование друг друга знали. Вот, у нас очень много общих друзей, скажем так. Особенно вот Марк Рубинчик, он с ним в Америке играл вместе. То есть, а Марк – это один из ближайших моих друзей. У нас там есть три, а там ещё один товарищ есть – Илюха Ярцев. Поэтому Макс как бы рядом с компанией это был, просто я его не знал. И так получилось, что у нас с самого начала вместе поставили троих и Илюху. Илюха тоже в нашей компании, но он как-то аккуратно всё-таки. Он постарше. Он тоже классный человек. Хороший человек, интересный, много чего знает. Я со всеми стараюсь общаться по большей части. И с Ефремом, и с Егумом. У меня нет такого персонального, что я именно с Максом общаюсь. Мы все друг друга уже давно знаем и общаемся. Просто сейчас так получается, что я с ним живу, и я с ним больше общаюсь. Я же не могу к Ефрему в номер прийти и сказать, давай сегодня с тобой пообщаемся. А почему нет? А он меня не пустит. Он отсыпается. У него ребёнок маленький. Он сейчас кайфует на выездах. У него сон вообще так и идёт. Да, это тоже верно. Кстати, у Влада произошло большое событие. Ребёнок родился. И ты в мае женился. В новом статусе теперь. Как тебе? Наверное, 4 месяца прошло, особо ничего не поменялось. У меня Ленка как была, прекрасная женщина такая осталась. Посмотрим, что там будет дальше. Она правда переживает за меня. в этой ситуации. Ну, в планах пока ипотеку закрыть, а дальше там уже видно будет. Ну, ты чувствуешь, как-то, может быть, что ты повзрослел после этого? Ну, как-то больше ответственности у тебя осталось всё равно, статус уже? Да не, я как от неё отхватывал, так и отхватываю вообще. У меня нельзя, у меня нет права на ошибки. Она мне не прощает. Вообще ничего. Ну, слушай, когда мы снимали выпуск 14 февраля, я бы не сказала, что Лена такая жёсткая. Да, она просто на публику играет. В жизни она, конечно, миленькая, но косячить нельзя. Ошибок она не прощает. Она загасит словами, так? Ну, чё, бывший госслужащий чувствует, дети. В общем, тебя и в команде прессуют периодически, и дома. Я правильно понимаю? Ну, да, оплатываю часто, нормально. Я привык. Так как ты давно в континентальной хоккейной лиге, и, в принципе, хоккей меняется, что, на твой взгляд, такое самое заметное? Многие отмечают, что хоккей стал быстрее. Да, он стал быстрее, он стал жёстче. Намного, то есть, очень много силовых таких приёмов. Особенно, сейчас спину начали, что-то я начал замечать, что очень много толчков в спину, прям на борту встало. Последних два сезона не было. Ну, лига омолодилась очень сильно из-за этого. Наверное, скорости возросли. По сравнению с первым сезоном кардинальное отличие. То есть, уже нельзя так покойно пешочком в зону зайти, как это было раньше. Сейчас даже, если команда играет в мишесвен, она старается прессинговать постоянно. И многие команды не знают, что с этим делать. Потому что тренировка всё же валяется, а игра начинается, и всё, там побежали. Шайбу отняли, и всё. Ну, то есть, адаптация вот к этим изменениям в плане скорости, она только через игры происходит. На тренировках, но это невозможно отработать. На тренировках, ну, очень тяжело, мне кажется, заставить себя в меньшинстве бежать, ну, постоянно давить. Потому что на тренировках разыгрывающим же не одну шайбу дают. То есть, она вылетела, им снова это. Для ребят, которые разыграют, они потом выходят на игру, блин. Им тяжело. Потому что я на чё, у них вылетела шайба, им ещё одну кинули. Ну, кстати говоря, вот про меньшинство, хоть крючу, но в этом сезоне команда довольно хорошо с этим справляется. Ну, если брать игры, которые прошли, посмотрим, конечно, что будет дальше, будем надеяться, что оно будет таким же эффективным. Но ничего не скажешь про большинство, и эта проблема, она, ну, практически у всех команд. Акбарс, например, до сих пор не забил ни одной в большинстве. Если там что-то не поменялось. А у нас тоже, если не ошибаюсь, всего лишь две шайбы. Хотя, ну, возможностей было много. Почему не получается, на твой взгляд, забить? Ну, не знаю, я в большинстве не играю. Ну, ребята и бросают ногу, и где-то просто не везёт, мне кажется. А цель у нас однозначно есть. То есть должно быть намного больше голов, чем они у нас сейчас есть на самом деле. Насчёт других команд не знаю, насчёт своих ребят, они хорошо разыгрывают. Не знаю, почему они забивают. Ну, вообще, в принципе, сейчас счета такие не очень большие, итоговые по матчам. И вот Макс Джоашвили это связывает с тем, как раз-таки, что не так много удалений. Он говорит, что будет больше удалений, будет больше голов. Но, опять же, если брать статистику по реализации, то, ну, как будто бы нет. Ну, не знаю, вчера счёт 3-1 был, блин, сколько мы удалений. Я весь второй период в месяц играл с Илюпой. И как бы, вчера очень много удалений было. Но счёт 3-1 и третью в пустые забили. Ну, кстати, шайбы в пустые ворота. Казалось бы, ну, со стороны зрителя, со стороны болельщика, это вообще, ну, супер-изи. Ты просто взял и бросил, но на самом деле это, ну, не так уж и легко. Потому что там может игрок соперника выбежать, заблокировать. Можешь просто бросить с дальнего расстояния и попасть там в штангу. Или она проедет мимо. Ну, вот важность этой шайбы, она такая же, как и при участии вратаря? Или, ну, она всё равно менее ценная? Мне кажется, она даже важнее, чем при участии вратаря. Потому что это происходит в конце игры. Когда соперник выдаёт последние свои силы, чтобы завести шайбу в чужую зону, сделать сбрасывание, разыгрывать 6 на 5. И тех ребят, которых выпускают в конце игры, пятёрку, то на них очень большая ответственность. Потому что от них по-хорошему зависит в исход матча. Это тебе надо отобраняться, поймать эту шайбу на себя, пробежать две зоны. И ещё найти возможность сбросить по воротам. Потому что и свои зоны бросать, там будет проброс, и у тебя всё, грубо говоря, сначала начинается. То есть, если ты забил, то считай, ты выиграл игру, и всё. Это классно. Ну, не знаю, мне кажется, пустые ворота, некоторые шайбы пустые ворота иногда даже важнее, чем забил. Ну, потому что, как правило, они предопределяют исход матча. Но вчера, например, в матче с Северсталью, они сняли воротаря аж за 8 минут до конца третьего периода. Твоё отношение вот к таким решениям, как ты считаешь, ну, насколько это рискованно и оправдано? Они же снимали воротаря, когда ещё играли с магниткой. Они там три раза, или сколько, три раза снимали воротаря и выиграли матч с 0-3. Поэтому почему бы и нет, если у них это работает. То есть вчера они предприняли попытку повторить? Да, да. Я думаю, там был шанс, там, по-моему, Питунь не попал. Чуть-чуть их так подставил. Там, конечно, опасно было, они хорошо живут. Они, видимо, очень сильно тренируют. 6 на 5 постоянно игру. На твой взгляд, вот какая самая неприятная команда, против которой лично тебе некомфортно на льду находиться и играть? Да. У меня, наверное, нет пока такой команды. Но, наверное, на данный момент, что последнее помнят, Ярославль, они очень сильно играют позиционно. Они правильно выбирают позицию. И очень сильно, то есть очень тяжело пройти среднюю зону. Потому что они правильно играют. Ну, Северсталин мы постоянно катаемся. Очень много у нас игр с ними. И, наверное, Сева еще, да. 5,5. Ну, вот с учетом того, что команда сейчас очень сильно омолодилась, но в соперниках остались те же самые ЦСКА, СКА и другие клубы с мастеровитыми ребятами. Ну, ты лично и вообще, в принципе, в команде, как помогают молодым ребятам просто не бояться. Потому что, ну, у многих наверняка коленки трясутся. У нас такие молодые ребята, что я, может, лучше им бояться нас, чем мы их. У нас боевые ребята все. У нас мало кто что боится. У нас готовлен любой пойти в драку. У нас только вот Никон, блин, человек, он вообще ничего не боится. Он на этом пятаке стоит. Михалыч. У нас, мне кажется, нет таких ребят, которые чего-то боятся. И даже тот же самый Давыд. Парень из Питера приехал, у него там было, там полторы минуты он отыграл. Ну, как он отыграл? Он принял шайбу в зоне, развернулся, начал атаку. То есть он вообще ничего не боится. С Соска же играли? Когда он дебютировал, да. Поэтому. У него были эти полторы минуты, он хорошо отыграл. Смотри, на фоне всех матчей сыгранных уже, очень сильно выделяются игры Соска и с Локомотивом. Первая игра в Питере, которая была, ну, мягко скажем, не очередь. Вторая игра, которая была дома. Мне кажется, команда вообще ничуть не уступала именно на площадке, но результат, к сожалению, был не в нашу пользу. Ну, а в матче с Локомотивом нас было вообще не узнать. Ну, матч с Локомотивом был сразу после матча Соска. И, наверное, ребята очень много эмоций оставили на этот матч с Питером. Были опустошены. Может, не хватило как раз этих эмоций на Ярославль. И они, по-моему, две игры до нас проиграли. Чего-то такое. В общем, не знаю. Тяжело сказать, но Ярославль просто был как бы в этой игре быстрее на... У них подборы были. Я не понимаю, непонятно, что это. Вот всей команды, грубо говоря, вот, может, опустошение правда было. Ну, а физической усталости не было. Все-таки сейчас календарь стал намного плотнее. Матчи практически всегда через день. Вот сейчас первые два месяца с сентября и октября, как точно. Потом будут перерывы побольше. Но как находить вообще время для того, чтобы перенастроиться и эмоционально, и физически? Как вы отдыхаете в таком графике? У нас побольше сейчас профессионалы все. Все знают, как восстанавливаться правильно, что кому надо. Где-то велик покрутить. Где-то ничего не делать. Где-то присесть лишний раз. А в плане головы? По плане головы, блин, я сам до конца не знаю, как себя правильно настроить. То есть даже после Питера это надо, я не знаю, уже. Сколько лет отыграть, чтобы ты себе разбирался как-то. Чтобы ты говоришь, бля, ну хрен с ним, забыли эту игру, сейчас выйдем. Я буду готов еще лучше, чем просто. Я тут иногда получается, иногда нет. Физически, по большей части, но я всегда готов. Тем более, сейчас начало сезона у нас такая предсезонка была. Я думаю, мы еще на следующий сезон поедем. После такого предсезонка. То есть настолько интенсивные нагрузки? Ну, хорошая, да, предсезонка. Много бегали очень. Я в жизни никогда столько не бегал, сколько на предсезонке. Ну, кстати, как ты относишься вот к новому формату чемпионата в этом сезоне, что пауза всего одна, а не так, как раньше-то? Это позволит командам не растерять свою форму или наоборот, на твой взгляд, набредит? Ну, смотря для кого. Для кого-то сезон складывается не очень хорошо, то у него есть время перезагрузиться. А кто набрал этот свой темп, то для него, конечно, хорошо, что нету пауз. Он просто будет так идти и идти. Это для кого-то хорошо, для кого-то плохо. То есть, в зависимости от ситуации, я бы сказал так. Ну, просто склады все равно в любом случае у всех команд бывают. Да. И мне кажется, можно начать, как вот Алексей Николаевич всегда говорит. Можно начать очень плохо, а потом начать очень хорошо играть. И также точно наоборот. И вот от чего это зависит? От того, что, ну, условно, начинают, как правило, те хорошо, кто на предсезонке больше сыгрался, а остальные начинают плохо, а потом в процессе, через игры, у них появляется ситуационность? Ну, так оно и есть, на самом деле. Остальное там только физическое состояние. У нас тренерский штаб следит за физическим состоянием игроков. Если кто-то просел, там будет ротация в составе. С тобой, там, займутся, позанимаются персонально, там, поставить тебя обратно на ритм, ведут кондицию. Потому что столько игр, ну, в том темпе, в котором, грубо говоря, наше звено играет, мы с Максом бегаем, блин. Ну, пока мы справляемся с этим, я думаю, что будет оно так и дальше. Потому что мы доработаем, еще по всей игре расстаемся постоянно. Приседаем, крутим велик. Потому что если ничего не делать, ты вот эти 68, 69, сколько, 68 игроков, ты их не уйдешь. Ну, 68 это еще регулярка всего лишь, а там потом плей-офф. Да, еще было 10 до этого. 12. 12. То есть... Ну, это получается регулярка и предсезонка. Это уже 80 плюс плей-офф, но это по сути... 26 максимум можно сыграть. Да, ну, то есть, по сути, там максимальное количество 106 игр за 10 месяцев. Сколько? 11 месяцев, ну, 10. Ну, да, да, такой неплохой тонус. Зато потом чашу берешь и вообще понимаешь, ради чего ты все делаешь. Это же кайф. То есть, если ты здесь 106 игр отыграл, и в конце ты вышел победителем. А не сыграл 106 игр, и идешь грустно в раздевалку. Ради этого же ты все это фигатишь летом. Смысл тогда собираться, если не играть 106 игр? Я с тобой согласна. Но, опять же, вот расскажи про эмоции. Команда два сезона подряд полетала после второго раунда. Что вообще лично ты чувствовал? Это просто опустошение. Тут просто ты понимаешь, что остается 10-20 секунд, и ты мальчик не это... Уже не вытащишь, ну и все, у тебя отпуск начинается. Ты вот смотришь на эти трибуны, такой, ну, учитывая, как я провел сезон, то не факт, что я их увижу на следующий. Да нет, ну ты просто пустой. То есть, ну, тебе не хочется говорить вообще ни о чем. То есть, вот это опять весь год, ну, грубо говоря, он ушел в пустую. Вот, при сезонке ты там бегал, от травм лечился, и ты закончил там, где закончил и прошлый сезон. То есть, ты не продвинулся, стагнация идет. Ну, почему же пустую? Все равно игровой опыт появляется, уже прибавляется, какие-то навыки меняются, партнеры меняются. Я в плане командного говорю, потому что плов там, ты же не думаешь, своей выгодит. У тебя заканчивается, как говорится, закончился сезон, ты должен забыть на свои очки, галы, вот это все. У тебя начинается плов, ты там должен грызть за эту шайбу, там, это не разношение. Отдаться полностью, потому что команда выиграла, чтобы пройти дальше. Плов это немножко уже другой хоккей, совершенно. Там нет единоличников. То есть, на твой взгляд, регулярка это больше игра на себя, чем на команду, а плей-офф это уже полностью командная? Ну, это совсем правильно, это прям, вот эти, грубо говоря. При регулярке ты можешь там переиграть смену, грубо говоря, если ты в большинстве там у нас, ты чувствуешь, что ты забьешь. Но ты уже, то есть, твоя, говорят, твоя линия большинства уже ушла. Ты можешь там, грубо говоря, остаться, там, ну, как Вадик у нас сделал. То флоп этого, блин, непозволительно. Потому что, если ты там не забила команда, то есть, ты сравняли счеты, ты проиграли. То есть, ну, в регулярке это может еще, знаешь, спросить, а плов уже нет, уже нельзя. Ну, опять же, если брать там болельщиков и то, как, ну, они анализируют эти матчи, условно, человек очень хорошо провел регулярку, был суперрезультативным, а в плей-офф он молчит. И они считают, что это значит, что человек, ну, не готов к плей-офф или он не игрок, который, ну, заточен под это. Я могу сказать, что в плов идет более тщательная разборка соперника, то есть, ты персонально разбираешь каждого игрока. То есть, вы собираетесь в команды, вы накидываете про игроков, которые, знаете, личные в других командах. И там составляется список сильные и слабые стороны этого спортсмена. И по большей части в плов очень много играет персонально с игроками. То есть, если ты там в сезоне хорошо играл, то в плов тебя будут более, как бы, сильнее оберегать, то есть, играть с тобой персонально, выпускать определенное звено под тебя. Поэтому ребятам, которые очень хорошо сыграли в регулярке, намного тяжелее, чем в плов. Возвращаясь опять-таки к молодым ребятам из команды, ты вот сказал, что они ничего не боятся. Как думаешь, вот это вот отсутствие страха, оно как приобретается таким путем? Ну, я имел в виду, что они не боятся. Вопрос стоял о том, что они не боятся соперников. Ну, да, я об этом все спрашиваю. Ну, то есть, это все равно такая психологическая штука, и это просто, ну, предыдущая подготовка. Или, например, вы в команде разговариваете с ними и говорите, что, ну, вы такие же, как они. Нет никакой разницы. Несмотря на то, что у них там может быть статус побольше, опыта побольше. Ну, у нас просто такая здоровая конкуренция была на пресс-сезонке, что ребята, которые сейчас в команде, они ее прошли. То есть, им уже не было ничего бояться. Они уже там с ребятами нам старше кусались за это место, они его выиграли. А тут люди вообще с другой командой, и которые им, ну, что они им сделают. Место они у них не заберут. Им просто надо доказать, ну, грубо говоря, то, что они уже доказали. Я поняла. И по вашей тройке, опять же, что, ну, Илья Коглухов, как и сказал, что он в вашей компашке, но немножко с краю. И, ну, так как он старше, все равно, наверное, для вас с Максом как в роли такого дополнительного наставника. Что ты успел за время предсезонки и начало чемпионата от него подчеркнуть? Очень много достаточно. Илюха, мы очень насчет много разговариваем насчет мященства, насчет выхода из зоны. Насчет, ну, хоккейных хитростей. Как, грубо говоря, правильно подкатиться к защитнику, так, чтобы он ничего не мог сделать. То есть, ты в него просто в зоне правильно въезжаешь, и шайба выходит из зоны. Он вот эти хитросты рассказывает, делится сам с Максом. По зоне атаки он постоянно подсказывает. Ну, вообще, на площадке очень много говорит. То есть, это у меня вот первый, грубо говоря, партнер, который настолько много разговаривает на площадке, то есть, его слышат отсюда. Ну, это вот на твой взгляд важная штука. Потому что, ну, Алексей Николаевич также на тренировках всегда говорит, что ребята разговаривайте друг с другом. Конечно, если ты разговариваешь с партнером, он спиной стоит, он не видит, что происходит. А партнер у тебя видит обстановку, вдруг говоря, что происходит на площадке. Те кричат и подсказывают. То есть, тебе... Ты делаешь действие намного быстрее, потому что ты уже знаешь, что там, а, у меня игрок за спиной, я должен там шайбу пробить. Ты заодно понимаешь, где у тебя центральная находится, при выходе из зоны. Ты примерно понимаешь, куда ты должен кинуть эту шайбу, чтобы он ее подобрал, а не соперник. Поэтому разговаривать на площадке, и, блин, это очень важно. Ну, вот у меня был такой вопрос, что со стороны человека, который это все от борта смотрит, но вот вы разговариваете друг с другом, но соперник же вас слышит. Или они, наоборот, концентрированы на своих действиях, и ты не... ну, тебе эти слова соперника, они в уши, ну, грубо говоря, не влетают. Но просто там настолько это все быстро происходит, потому что даже если соперник это услышит, он не успеет, как бы, поменять свои действия. Он уже идет в тебя. Даже если он остановится, у тебя будет время ее так же прокинуть, у тебя место будет для этого. Двигаясь по этой теме, вот важно разговаривать на площадке, а почему многие не могут? Потому что они слишком в себе находятся в этот момент, контролируют то, что они выполняют на льду, поэтому не могут, там, переговариваться с партнером, или что мешает. Это тоже одна из причин, но еще по большей части ты не можешь разговаривать, потому что ты уже встал. То есть тяжело уже говорить, потому что ты еле дышишь. Это тоже еще проблема бывает часто. Если тебя закрыли в зоне, а еще соперник начинает кружиться, меняться местами, ты должен постоянно разговаривать, это мой, твой игрок, я взял. И это еще сил тоже занимает так прилично. Поэтому разговариваешь ты только, по большей части, когда ты свежий, только вышел на смену. Ну а по факту нужно делать это на протяжении всей игры. Всей смены, да. То есть где есть смена, ты должен там помочь защитнику, там, то есть играть за один, там. Ты его по-хорошему всю твою смену, ты должен подсказывать партнеру, что ты видишь по возможности. Это намного легче играть. Завтра у нас снова матч со СКА. Уже третий в этом месяце. Ну вот, кстати говоря, опять же, особенности календаря. Особенности календаря такие, что мы, по сути, первый месяц играли плюс-минус с одними и теми же командами. И с тем самым СКА, третья встреча. Но не надоедает. И не мешает ли это побольше и получше подготовиться к сопернику непосредственно? Нет, мне, если честно, наоборот, мне нравятся такие матчи. Это СКА, ССКА. Людей больше приходит на трибуны намного. Атмосфера, блин, хоккея просто волшебная. Ты кайфуешь от любой минуты, блин, проведенной на поле. Любой опасный момент, там, Орвен сразу. Тем более, соперник сильный. Это прям вообще волшебно. Но вот чувство после победы над такими соперниками, как СКА, они сильнее? Или любая победа, она крутая? Любая победа сейчас тяжело дается, особенно по началу сезона. Конечно, хочется всегда выигрывать, но пока это не получается. А насчет СКА, ну да, наверное, это прям вообще. Вообще классно, когда ты выигрываешь в таком соперниках. Ты сказал про атмосферу на трибунах. Вообще, насколько вот вам, хоккеистам, важно присутствие большого количества болельщиков? И насколько приятно видеть, когда они за командой приезжают в другие города и поддерживают? Ну, блин, даже в том, в Черповецке мы играли, у нас люди приехали, их было слышно, они за нас болели. То есть мы были не одни там. То есть не весь стадион был против нас. Когда тебе это придается сил и эмоций. Конечно, да. Очень сильно прям толкает тебя вперед, скажем так, когда тебе тяжело. А если говорить там про домашние матчи, все равно большинство людей приходят на определенного соперника. Но если мы сравним посещаемость, там, игр с топовыми соперниками, там, несусловным нефтехимиком, там, кунь-гунем, то, ну, разница, она вообще колоссальная. Ну, это, наверное, уже дело маркетинга, блин. Мне кажется, больше, а не нафиг. Ну, и болельщикам, конечно, интереснее сходить на Динамо с качем, я не знаю, там, ну, на любую другую команду, там, которая, может, хуже ведет нас в таблицу на данный момент. Не буду называть профессионально. Ну, слушай, как показывает практика, любой даже соперник, который может быть на дне турнирной таблицы, ну, сколько случаев было, когда они переигрывали тех, кто наверху. Ну, да, но это мы и говорим с профессиональной точки зрения, а о болельщих, это, блин, важно просто увидеть хоккей красивый. Красивый хоккей, оно будет бы интересным, когда соперники другие, только более такой, динамичный, что ли. Ну, то есть, на твой взгляд, с таким нетоповым соперником красивого хоккея может не получиться? Не получится, просто, я говорю со стороны болельщиков сейчас, он-то думает, что в СССР намного сильнее, там, на данный момент, что там, торпеда, или что там, салават, или пульный логик. Ну, ты же не угадаешь, как матч спросят, а людям, как бы, не пофиг. Возвращаясь, опять же, к продолжительному сезону и к тому, как построен сейчас чемпионат, как считаешь, кто поможет, ну, нашему клубу, конкретно Динамо, эту длинную дистанцию пройти достойно? Я примерно уже озвучивал, но, наверное, так как у нас молодой коллектив, там, многие ребята после поражения могут как-то неправильно на них отреагировать, и надо всегда подсказывать, помогать, говорить, что вот эта вся фигня, надо забыть сезоном выйти на следующий матч лучшим, постоянно, грубо говоря, друг друга поддерживать и, блин, отдаваться на каждой игре, блин, тогда мы справимся с этим сезоном. И, я думаю, это должно далеко пройти плохо.